Канализация бежит, дома разваливаются, дороги разбиты. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Обслуживание ниже плинтуса. Такую оценку ставят жильцы многоквартирного дома своей управляющей компании. В квартирах, как в подземелье, тополя высотой с девятиэтажку лишают под балконом. Свежая поросль, которую мы тоже не можем убрать, так как мы можем получить штраф. Мы рискуем остаться полностью без света. Отопительный сезон у жителей дома на Шукшина начался громко. В момент запуска тепла кипяток хлынул в подвал. Оказалось элементарно, кто-то срезал краны, а Жеу не убедилась, что дом готов к отопительному сезону. Почему произошла такая оплошность? Мы попытались выяснить. Когда запустили отопление, по факту оказалось, что в одиннадцати подъездах, в наших одиннадцати подъездах, в девяти срезаны краны. Вообще отсутствуют краны. Вся, соответственно, вода эта хлынула в подвал. Ну, во-первых, это нам выставят в квитанцию, я прям уверена. Новые краны сантехник установил. Тепло пошло. Вот только за новинки заплатит не обслуживающая компания, а жители. Сантехник просит жильцов подписать акт выполненных работ. Люди по понятным причинам отказываются. Они заверяют, что старые краны никто из них не похищал. Соответственно, и платить за новые они не будут. Кто срезал краны-то? О своей работе. Кто срезал? Никто не срезал краны. Тогда почему вода пошла? Их просто скрутили. Кто-то срезал, а скрутили. Они с одного дома. Ты их украли или что? Конечно. Их стащили. Да и вообще разводят руками жителей. Почему обслуживающие организации, в данном случае ДЭС-1 и ЖУ-21, не проверили подвальное помещение перед запуском тепла? А перед запуском отопления ДЭС не проверяют состояние дома? Зачем ее проверять? Все под замками. Коммунальные эксперты поясняют, что управляющая компания в соответствии с нормами действующего законодательства должна была убедиться в работоспособности системы отопления перед подачей тепла. Именно управляющая компания в этой ситуации должна нести ответственность по восстановлению утраченного имущества собственников помещения многоквартирного дома. В этой ситуации, так сказать, раскидывать на жителей и на собственников помещения многоквартирного дома стоимость пропавших кранов, это нецелесообразно и незаконно со стороны управляющей компании. Многоквартирный дом на Шукшина один максимально проблемный. В запущенном состоянии пребывает не первый год. Подвал дома утопает в мусоре и фекалиях, а ремонт на доме, если проводится, то максимально своеобразный. Последний раз мы вызывали аварийку в августе месяце, потому что был соответствующий запах и звук льющегося чего-то. Осторожно повернитесь влево, и вы увидите нашу канализационную трубу. Это активная в данный момент канализационная труба, по которой бегут нечистоты. Вот на ней все, это замазали. Это краски не хватило или что? Это разноцветная краска. Какая, видать, у них была в наличии краска, такой они и заделали. Здесь я говорю, светло-зеленая, здесь темно-зеленая. Дальше там пойдет тоже самое, но там только голубая уже краска. Какой-то беспредел. Я вот здесь 10 лет живу, в подъезде ужас, трубы там, все бежит, все течет, крыша бежит, люди не успевают жаловаться. На сайте ДЭЗа, по словам жителей, есть официальные документы, согласно которым в некоторых подъездах установлены пластиковые окна. Может, жители, конечно, не разглядели, но согласитесь, трудно разглядеть то, чего нет. Вот 11-й подъезд. В 19-м году есть протокол о том, что отголосовали и выделена сумма на замену пластиковых окон по, как это сказать, по лестничные пролеты. Но на сегодняшний день, вот 23-й год, есть прям отчет, что были списаны деньги на ремонт 11-го подъезда на пластиковые окна замены. Но, как вы видите, пластиковых окон до сих пор нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Наш телеканал отправляет официальный запрос в жилищную инспекцию края с просьбой разобраться в проблеме. А люди, в свою очередь, в прокуратуру. Ситуация с украденными кранами однозначно неприятная, но с окнами просто вопиющая и требует мер реагирования, если данный факт все-таки подтвердится. В центре Барнаула заботятся о безопасности жителей. Вовремя спиливают аварийные деревья. Чего не скажешь об отдаленных районах города. Там хрупкие тополя вымахали высотой с девятиэтажный дом. Но это не волнует ни Жео, ни Горзеленхоз. Тополя сеются. У нас вот уже вот ровно под балконом свежая поросль, которую мы тоже не можем убрать, так как мы можем получить штраф. Мы рискуем остаться полностью без света. Люди не кошки. В темноте видят плохо. Но управляющая компания Горзеленхоз, видимо, об этом забыли. На встречу жителям многоквартирного дома не идут. Санитарную рубку тополей не проводят. А стоило бы возмущаются люди. Деревья под окнами препятствуют проникновению солнечных лучей. В квартирах темно. Без накамерного света нашей съемочной группе обойтись сложно. Как вам здесь живется в такой кромешной темноте почти? Ну вот так мы живем уже почти год. Даже уже год живем. Без дополнительного освещения. Тут находиться очень мрачно и невозможно. То есть некомфортно. Ребятишки не могут сделать нормальные уроки без света. То есть портится зрение. Плюс, как я говорила ранее, то есть дополнительно приходится наматывать киловатты, которые приходится оплачивать. Все из-за того, что за нашим окном находятся тополя. Жильцы весь день пользуются искусственным светом. А это дополнительные расходы. Нехватка света очень сильно сказывается как на ощущении личном, так и на кармане. Потому что это плюс 200 киловатт в месяц за трехкомнатную квартиру. 1200 это 340 киловатт. Ну то есть рублей 200-300. Но приблизительно я так сразу не скажу. Каждый месяц? Каждый месяц плюсом, да. Потому что горит свет. При том, что у нас стоит везде во всей квартире энергосберегающие лампы. И свет горит и мотает. Тополя, хрупкие деревья представляют реальную угрозу жизни и здоровью. Жильцы рады бы обходить их стороной. Но не получается. Со стороны двора имеются тополя аварийные. Не так давно, в сентябре месяце, возле второго подъезда у нас обломилась ветка тополя и упала на автомобиль. У нас ходят дети, у нас ходят пожилые люди. Да и в принципе люди, так как мы не имеем тротуара по двору, у нас все проходят по проезжей части, либо под деревьями, внутри двора. И есть риск быть травмированным. У меня ребятишки, они ходят в 89-ю школу, у них проложенный маршрут, получается. Вот как раз по деревьям и по дороге. И опасаюсь за жизнь детей и свою в том числе. Потому что, когда идут дожди, соответственно, деревья напитываются влагой. И имеет место быть обвал деревьев, либо веток. Деревья высотой в девятиэтажный дом расположены на придомовой территории. Отвечают за зеленые насаждения специалисты ЖЭО. Именно они должны обратиться в горзеленхоз и заказать спил аварийных деревьев. Но, несмотря на многочисленные обращения жильцов, в ЖЭО тянут с решением проблемы. А между тем, сумерки в квартирах могут показаться цветочками в сравнении с тем, что может произойти, если хотя бы одно дерево рухнет. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала ТОЛК, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok